Продолжение следует... 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 Притом вы мечтаете о славе, а я призываю вас на смерть Чашею и крещением называет он крест Чашею, потому что крест, как чаша вина, скоро должен был привести его ко сну, то есть смеху И он готов был принять чашу страдания, как сладкое для себя питье А крещение, потому что крестом он совершил очищение грехов наших Но ученики, не уразумев всех слов Господних, дают со своей стороны обещания, думая, что он говорит о чаше чувственной И о том крещении, какое было у иудеев, которые перед кушением пищи омывались 10 глава 39-40 стихи Они отвечали ему, можем, Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить И крещением, которым я крещусь, будете креститься А дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит Но кому уготовано? Толкование Кафилахтар Здесь представляются два недоумения Первое Уготовано ли кому это сидение? Второе Неужели всеобщий владыка не может дать всего сидение? Отвечаю Никто не будет сидеть ни справа, ни слева А если и слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сидении То, разумеет, не сидение, в собственном смысле, но высшее достоинство Мне, правосудному суде, не свойственно дать вам такое достоинство по одной любви к вам Иначе я не был бы правосудием Но такая почесть уготована только подвязающимся Итак, вы, сыны Завидеевы, можете быть и будете мучениками за меня Но если кто вместе с мученистом будет иметь и всякую другую добродетель Больше вас Тот будет иметь преимущество пред вами 10 глава Иландия от Марка 41-45 стихи И услышав, десять начали негодовать на Якова и Анна Иисус же, подозвав их, сказал им Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними И вельможи их влавствуют ими Но между вами да не будет так А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом Ибо и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили Но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих Толкование блаженного фермера Ученики, еще рассуждая по-человечески, впадали в зависть Поэтому и негодуют на двух апостолов Когда увидели, что прошение последних не принято господом Но отвергнуто Тогда и негодовать стали Пока сам Господь оказывал предпочтение Якову и Анну Прочие ученики, видя это, терпели Но когда те два ученика стали сами просить себе почести То прочие уже не стерпели Так еще не совершенны были они в это время Но после увидим, как каждый из них уступал первенство другому Теперь же Христос врачует их, сначала усмирив И для того приблизив их к себе Что и означает словом «подозвав» Потом показывает, что восхищать у других честь И домогаться первенства есть дело языческое Ибо языческие властители насильственно покоряют других своей власти А мои, говорит, ученики, не так Но кто из них хочет быть велик Тот пусть служит всем Потому что и это признак великой души От всех терпеть и всем служить На это есть и пример вблизи В самом деле не только послужить Но и умеет за того, кому служишь Что может быть выше и чудеснее всего Но такое служение и смирение Господа было Высотою и славою Как для Него самого, так и для всех Ибо прежде в очеловечениях Господь был ведом одним ангелом А соделавшись человеком и претерпев распятие Не только имеет ту славу, то есть небесную Но принял и другую И над всею вселенную царствует Аминь Аминь Еще читать? Слава Христу! Аллилуйя! Аллилуйя! Проходите, садитесь О болящих! О болящих! Татьяна Кузьминична всем передает поклон Сейчас у нее предстоит обследование после оперативного вмешательства На предмет выявления возможностей метастазов и прочего Собирают анализы Помолитесь, чтобы Господь так благословил Чтобы продлил ее дни жизни земной Чтобы она побывала с нами еще на душе Вот И не вижу сестер, братьев Брата Никиты нету Где он? Потеряевки? Да Татьяны Александровны нету Кто-то знает что? Валентина Барышникова тоже нету Нету Кого еще? Антонина нету Пальгуевых нету Пальгуев болеют Загуляевы болеют Алексей с Наташей Болеют? Да Я думаю, уехали они в Фазеревку Нет, они болеют написали Вот ручку тянет Да Ваня остался на хозяйстве А Кручино? Кручино? Я не знаю, что с Кручино Может поехали в деревню? Ничего не взял Кручино, да Надо будет позвонить узнать, что у него Мама у меня поклон передает тоже Проси Христос Да Татьяна Александровна позвонить надо Как Анна Кузьминична? Кто был у Анны Кузьминичны? Непонятно Был бы Анна Кузьминична, да? Я ей понесла его фасворочку, но у меня нога болит Я думаю, как же я туда поднимусь, тяжеловато Открываю дверь входную У меня не получает Смотрю, мужчина открывает это самое за мной Смотрю, это ее сын Но я обрадовалась Я отдала просворочку И все И встретила Нину Я говорю, как там Анна Кузьминична? Я говорю, все так же Кушает она хорошо Утром, в обед и вечером все по часам Но памяти у нее нет До туалета она ходит До кухни она тоже находит Помоги ей, Господи! Так, Валентина Ильинична, кто там еще у нас? Ну, вот Валентина А я вас видел, когда в камере дорогу переходила Что? У Эдни сейчас Скору вызывала Ну, я не помню, когда В 39-х раз И она ее взяла Кто-то принес? Маргарита Николаевна Маргариты нету Александр Маргарита Не слышали кто? Звонила она никому? Ну, наверное, в ближайший храм Когда батюшки нет, она там молится Ну, Антонина тоже так же Ходит туда, на южном А Валя, она Она Нет возможности финансовую Барышникова? Да, она все Надежда по льгою хворает Болеет Надежда? Помолитесь надо Шибко Помолитесь, пожалуйста У меня с 16-го будет консультация Протезирование коленного сустава Многие господи Слышите, готово 16-го Ну, это предварительная Операция? Они потом еще Консультация Да Консультация травматолога Да Оточение оперативного лечения Замены коленного сустава Да Платная, да? Да А почему платная? Консультация платная А консультация А остальное все сказали Там на месте скажут уже Сколько платная И когда и когда бесплатная Ну, ясно, что платная там быстро Витей задержи, не пускай А судьи на место Дроба-то последняя четверть началась Как у вас там дела-то? После болезни догоняете? Да, я догоняю Я больше половины конструкций привезла И оливиада у нас была в начале недели Я сделала максимум Ну, не прошла, но сделала очень много Молодец Давай, прямись Инафа очень сильно кашляет У нее или бронхит Или даже И ходит Что, ты нечего одеть? Водить Едать Не я Инафа Инафа Какой жаркий Что значит жарко? Ты от жары кости не ломи Знаешь такую поговорку? Кочки это глупость Не придумывай, значит одевайся Как следует По погоде Противная Инафа Инафа Это просто глупость Ты девушка Девушке нужно беречь прежде всего ножки Чтобы ты была здоровой как женщина Понимаешь ты? Я сейчас тебе говорю Как взрослому человеку Мамочка тоже глупость Ты как-то это осознай сама Ну что мы уже Тебе 18 лет Мы тебе говорим Переобуйся в скедах В башмаке Еще холодно Ты утром идешь Ладно, после обеда Еще была вчера жара Но сейчас утром-то холодно Будь внимательно к своему здоровью Береженого Бог бережет Знаешь такую поговорку? Ну вот следуй этой поговорке Береги себя Береги себя Ради будущего Будущих детей Я еще хочу поблагодарить Мне здоровье сейчас уже О работе Хочу поблагодарить Я тут Говорил Что отчет у меня Который я делал 4 года Никита Колесников мне помогал Три зимы целых Вот эту зиму я уже сам Без него все это делал Научился, да? Да, уже С ним сидя За три зимы я научился Да, теперь сам рисую Быстрее, чем им уже Ну так Господь делает И в общем Короче говоря Ну хорошо сдал этот счет я Молодец Слава Христову Слава Христову Поблагодарили Да, назвали даже Другом ТКЗ Что это? Ну это Чей это? Комиссия по запасам Золото Геологам Когда рассказываю Все удивляют Человек Я бы полюбил этот инспектор Главный Ну а потому что я инистр С бородой как он Ну он с бородой, да? Ну и дать он тоже в церковь ходит Потому что он Некоторые слова понимает Допустим мир вам И так далее С миром Ну да Так вот бывает иногда Ну хорошо Слава Богу Господь делает Братья и сестры Хочу сказать вам Задать вопрос Который был мне задан Во время благовестия Я думаю что вы уже Слышали такой вопрос И еще кто не слышал услышат Почему мы называемся рабами Божиими? Разве Богу нужны рабы? Не нужны А кто мы такие? Ну вот Кто как ответит на этот вопрос Кто как ответит По Слову Божию По толкованию святых отцов Ну наследники не раб Наследник не раб Наследник царствия Божия Он наследник Он Дети Сын Наследник Либо ты раб греха Либо ты раб Бога живого Ну конечно У меня такие то мысли тоже есть Но вот Ну надо сначала Надо сначала Знать хорошо историю Слово раб Кто такой раб Кто такой раб И тогда вы сразу все У вас станет на местах Вот Ну расскажи Историю Ну я думаю Дети должны нам рассказывать Они же учатся А мы так Как бы немножко глуповаты По их понятиям Наверное Давно уже учились Кто такой раб 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 Чем отличается раб от слуги И отсюда все пошло Почему апостол Павел Себя называет неоднократно Рабом Иисуса Христа Да И почему Ну Сейчас Люди Они Это слово ненавидят Просто Я раб чей то Да Праворелисты пропадом Вместе с теми Кто так Принимает того Чей ты раб Вот так они отвечают Это слушая нам Такое И молодые люди Так же говорят Ты вот чьим хочешь рабом быть Вместо Вместо Сориентировался в флюгель Но с хорошей Молодец Чем он сказал Божьим рабом Божьим Божьим рабом хочет быть Божьим рабом хочет быть Вот Спрашивать у кого надо Раба Божьего Вместо А ты знаешь что такой раб? Угу Это хорошо или плохо было? Божьим Плохо Это если у людей? Ну конечно у людей У кого еще? А где еще рабы были? Плохо Плохо Совершенно верно Это плохо Совершенно верно Это когда говорят То Это Ну что Мы Должны быть нищим духом И Когда спрашиваешь у любого человека Вот нищий духом Ну нужно быть нищим духом все Да ты что? Это Это что? Это что такое? Это что он такой Непонятно Нищий дух Это очень плохо Это не хорошо нищим духом быть Нехорошо быть рабом А почему? Потому что люди Они Не думают В духовном плане Они даже не понимают Что такое духовное Они духовное понимают Когда заходят в музей Или в театр И говорят Вот все духовное А на встречу там Золотухин там идет С двумя женами Под ручкой Еще кто-то Духовные Деятели А вот он где дух то Вот то что мы с вами читаем Вот он дух где Вот Вот это духовное Все библейское А почему же Тогда говорится о рабстве? А потому так же как говорится о страхе Божьем Страх это хорошо или плохо? Хорошо Как хорошо то? Страх это плохо Ну А говорим Страх Господень Начало при мудрости Страх Господень Уже хорошо да? И дальше пояснение идет Какое? Вот на том На том собрании Я читал Об этом И кто не будет В этой премудрости Горе тому Вот на того Ужас нападет И ярость на того Нападет Божья Кто без премудрости жил Кто не принял страха Божия Написано А в чем же это заключается Страх Божий? Ну В чем заключается он? Почему страх то этот должен быть? Урока так не надо Все же сидят ждут А поместите что если А потом отдельно урок пройдется Бетишками Хорошо Так Еще у кого по болящим У кого есть просьбы Пожелания Благодарения Господу Значит вам и на технике Слово Ребятишек оставил мне дверь Все в короткое время И сразу выбегают Они не знают что здесь Я уже не один раз говорил Когда начинают считать Пробку из златоуста Сразу все выметаются Хотя бы один оставался Сказали вот один Для примера Нету Сегодня оставались И никто Не стремится к этому Вот отсюда здесь пришли Утром занятия Сидят Зашли Бывает пять минут Только проходит Когда зашли Считают златоуста Сразу побежали где-то Не то что устали Ничего нет Это другое Вы за этим Умеете разглядеть что-то еще Считается Когда Во времена златоуста Когда он Вел службу Говорил проповедь Базары пустели Кинотеатры пустые Стояли по нашему сказать Все интернет забывали И все бежали послушать А нотарии Скорописцы Переписывали Мы имеем то что они успели записать Не успели Мы никогда не узнаем Чувствую что как-то Какой-то разрыв есть Половина Спурива относится Многие там А что Предположительно Он сказал Даже никто Подписи не поставил А вот они здесь Рождаются Дети были Да были дети Малые Они искали А это нет Первая Справа Слева Им это нет А вот сейчас Будут играть Это как-то беситься На школе Потеряевки Они там такое Выкручивают что Игорь не успел загнать машину Поставил пшеницу Кузов Лето ждали пшеницу Что они делают Повем перемена Заскакивают в машину И пшеницу в траву Везде забрасывают То есть она погибла На сто процентов Это что Это дети верующих Мать пошла В церковь Голова болит Приходит А что у него лежало На молостной дне Уже все слопал Во время поста А потом мы ждем Какие-то результаты Наведите порядок Сначала в себе А потом им покажите У вас кто Ведущие Кто пример дает Кто спрашивает Или каждый сам по себе По углам С отдельной чашкой Ну Все сжались где-то А ты возьми это на себя Покажи платочек Покажи Нету Покажи Так просто покажи платочек Так Неста Покажи Нет Я не вижу что у него там Нет Почему ты в руку Стоишь в храме Во время богослужения В руку чихаешь И даже нужды нету Так это привычно Как жирину Сказали голой рукой Нос хватает Вот он вырос дядькой И теперь стопливой рукой Здоровится с людьми Платочек Потерявки сказал В храм не зайдешь Мигом побежали домой Всего один раз В следующем все до одного взяли Ну возьми на себя Из дома не выходите Кто-то из сестры Кто имеет дело с партняжками Ну принесите им Чтобы они во все пиджаки Во все Положили карманы Даже Ей думать не надо будет Так ей восемнадцать лет Она сама партняжка Разложи платочки всем Самое простое Ну скажу Из ваших один Дежурит В лагере Ну а она Из дома то пришла Такая она не видит Подает чашку А я подошел Вот там чихнул И туда все в чашку И продолжает чашку дальше подавать Было такое? Да Ешь я где-то Солить не надо Я посолила Так Я расскажу кое-что Володя во вторник уехал Уехал Батюшка сказал Ехать надо Еще с землями просто не стали разговаривать Батюшка сказал закон Быстренько собрался Все нашел Увес кошек И главное машина Которая сюда идет Докорчена Дальше там вторая машина стоит Которая надо Две ведущие Чтоб прошла Нива И на Ниву А она меньше Не знаю как они там Багажника нет Настоящего нету Доехали Довезли все И вот Володя приехал вторник В вторник приехали Ясное дело это День никуда Среда Четверг Пятница Суббота 4 дня 6 роликов выставил Всю зиму спрашивает Где Потеряевка Почему нету В Потеряевке Проходит 6 месяцев Не одного Ну неужели то непонятно что Ну разные люди Он сразу пошел на пруд Показал где что там В музее у нас Везде прошел Голубям залез и все заснял один Ему неудобно Вот вам пример Это заряд Человек получил А вы знаете Это заряд Делает тебя другим чем ты есть У тебя обязанность Напоминаю что у нас тоже есть Видеоканал На нем 14 тысяч 760 роликов Никто даже не слышал такой цифры Ну больше двух тысяч не бывает Это 14 тысяч А сейчас в туалетку я обошел И фактически уже 310 роликов приготовлено Это с 20 января Когда отошел в вечность Брат наш Сергей И он туда дал путь И сколько людей Которые там встречаются Которые на наших ресурсах здесь Какие встречи Сколько с мусульманами Это не по улице Евангель возьмешь Да ни слова не говорят Здесь разговор Вчера я разговаривала Садим полтора часа Один И кому как сказать Я примерно испробовал Я тоже новинка Это для меня Такого не было нигде Примерно 8 методов уже применил И на молитве получаю Как Что в это время Там мелькает кадр только Ну у меня так Первый как Бейсбордой сразу Вот такие глаза Выкачивают Ребятишки Визжать начинают Я говорю Что? Голую бабу Увидел мужика бородатого И захохотали Именно так Не слушаю что тут Слова какие-то Это так и есть Но как только я Креститься начинаю Хоть сколько бы Все падают ни одного нету Это на глазах Это все показано Это видно Я каждый день Я каждый день Я ставлю почти по 6 роликов Сейчас рулетки Это новое поприще И все начинают говорить Уж чего чего от вас Но это не ожидали В таком месте В Содоме и Гаморе Там лот Ничего не говорил А вы столько Нашли каждому А вот Почему? О Боге не заботимся Вот возьмите за правило Не выходить Когда читают Не выходите Нужны никакой нету Скорее хоть минутку Но подремлю Уходят и не слышат Читают И иногда так это Так Мужчинам Без головного убора Никто Чтоб дети не выходили на улицу Возьмите за себя Здесь одна Бывшая Инокия Монашка Пролетарская 103 Рязанова Александра Тимофеевна Мы за ней ухаживали Я один раз пришел Но оказалось У меня головного уборной Пурашки А где у тебя Я кое-как сказала Не надо Все Для меня это был закон С тех пор ни разу нигде не вышел И на тысячу человек распространил В кармане Где угодно головной убор У меня один в коридоре сейчас сидит Без головного убора Заходи Не пойду Вы на самом малом себя поймайте Она мне сказала Полумертвая Там 93 года Для меня это закон Я молился И Господь через нее мне сказал А я другому говорю А он сразу Ну зачем мне это нужно Я сказал Надень Я же надел и ты надень Он надел И что сделали Приехали Там никогда снегу не было Такая страна И вдруг ударил Снег Мокрый и мороз И у него шапка И он взмолился Господь да как я против был А был без шапки А такой дохлый И кто ты Гена Яковлев Которому голову отрезали Отрезали почему Потому что не слушался И никогда никому не открывай дверь Майор милиции дает О себе сведения У меня на цепочку И в глазок И никогда не открою А этот открывает Зачем Зачем Когда ты им распорился Он кришнаит Он ему сразу Заточенный электрод Горно воткнул Ножечком голову отрезал Зашел Бросил на престол Тура Так патриарх Тогда Алексей Второй И то соболезнования вызвал Игнатий боится Да боюсь Почему Спрашивает Покрышкин Трижний герой Советского Союза Говорят страха нет Дурака только нет У кого нет страха Тут давно в земле лежит Я должен налево направо Сверху смотреть Самое большее Сколько сбили самолетов 67 Трижний герой У немцев было Несколько летчиков По 300 с лишним сбили И говорят Какая причина Одна ас Мы до этого уровня Не достигли Они каждый день Меняли тактику С какой скоростью Как повернуться Как шибить его Надо знать это Я сегодня посмотрел И Игорь Владимирович Думанов Бел урок здесь Хороший урок Начал с истории России Что дети знают И только одна И про Синева у нас Андреевна Записывала сидела Она записывала Остальные сидели Кто дремал И рот не прикроет Позевать рот закрой Иначе окурки Кидать будут тебе в рот Она все записывала И записывала Пишет красиво Слушает внимательно Все остальные Практически никто не записывал Он прошел историю России Потом начал Еврейскую историю И наконец остановился На Евпае Вот это подход Это в университете Надо только Как говорится Преподавать Да где-нибудь в КГБ Чтобы знали Как готовить людей Чтоб даром не погибали Они у них Между прочим Хочу сказать Володя уехал Морковка у нас кончилась Для сведения В прошлый раз У нас тут была Одна Бывшая сестра Она тут Говорила Рассказывала Я пришел домой Заново включил И от буху До буху еще раз Простудировал Посмотрел Самое это страшное Никто и не увидел Душа Потерпела Катастрофу И она не сегодня Уже не сегодня Это давно Намного раньше Это когда Развоенная семья Отец или мать верит А другой не верит Отец на работу ходит А мать здесь И она Больше сделает Потому что Ребенок при ней Она все потеряла Она не верит Что есть нечистая сила Что Христос есть А это нет И когда дьявола спросили Там святые говорят Самая большая твоя победа какая? Самая большая победа Что я сумел доказать Что меня нет Вспомните когда Валант этот Басилашвили играет Сидят С Галкиным Говорят И Христа нет А дьявол есть И дьявол Не дьявола Никого нет Он так удивился Как нет? А дьявол рядом сидит В образе человеческом Если дьявола нет Ты не знаешь что ты делаешь Ты сделался адвокатом дьявола Есть фильм такой Адвокат дьявола Ты его защищаешь Ты говоришь что ты не он сделал Нет не дьявол Это я сама сделал Тебе ума не хватит это сделать Когда она вышла отсюда Здесь она никого не высчитала Только на выходе она сразу поймала Того кто абсолютно бездуховен Человек Затащил другую комнату Уже обрабатывает его Я глянул Ты зачем? Кто стоит? Зачем ты стоишь с ней? Ну это Эти люди которые Сейчас скажу вам как определять их У нас есть один тут трибун Перед которым трава голову клонит И есть люди которые с ним сцапаются Это совсем уже никуда не годно Ну маленько то силуса размер Стоит слон и мышка дохлая Я не называю фамилии Вам чтоб понятно было И бывают даже люди И с этим человеком Который Ну во всем выше других И все равно начинают спорить Я немножко успел поговорить С нее такая дерзость пошла Что вы думаете? Она мне говорит Что думаете? Так а вы знаете А мне это на сердце положено все Она уже готова в любую Харизматическую яму проводиться Ну только ходить неохота Она уже все абсолютно потоптала Прослушал внимательно Помолился Понимаете тревоги то не было Это хорошо что Господь показал Самое маленькое отступление Заканчивается крупной катастрофой Летное училище рядом погиб Курсант Хороший курсант А почему? В это время ремонтировали Там гайку не докрутили А куда ли на обед Ну докрути ее тогда беги Я побежал на обед А ему дальше летят А тот и забыл Только поднялся Крыло отвалилось Он разбился Норвежские Стоят там вышки Нефть Качают Газ Посреди моря Сказали там компрессор заменить Точно так же Не докрутил Вызвали куда-то Поставь красный Все Дальше пошел газ Газ то не Он не человек Он проходит щелку Дальше рвануло И пожар идет Они на самый верх А дальше некуда Только в море Сколько людей погибло Я перекорежил эту вышку Все И все из-за одной гайки Вы не думайте Вот я цепляюсь за такое За мелкое Это не мелкое Сестры Запомните Нигде не выступаете Научитесь молчать Другое вам не дано И особенно Когда здесь бывает Священник На трапезе Молчите Одно слово только Сказанное вами И какую реакцию вызывает Это у нас уже было здесь Было Два благочинных здесь сидят Войтовичи Александр И погибл Михаил И она наша сестра И она не худо сказала Просто говорит А к Библии-то обратитесь Как они сразу поднялись Это так Это вы так людей воспитываете То есть Она что Я говорю Она вышла Никого нет Они сразу на меня стрелу пустили А промолчал бы ничего не было Сидела и молилась Зачем тебе это нужно Кто знает Кто такой шахматов Алексей Так один Еще кто Второй Третий Это очень известный журналист Журналист И блогер Как называют Что-то еще И вот он едет К отцу Владимиру Головину И Более чем два часа Беседует за столом Он все выставляет Каждый день выставляет ролики Маленечко так подбриты где-то И там он сидел за столом Еще говорил Да я какой берущий Я даже не воцерковленный И И Ну Человек Определенный Говорит Ему кто-то дал там Десять заповедей И разбираются они поэтапно Вот в этом согрешил где-то И он начинает это на двенадцати страницах Монашеская работа И он перед всем миром говорит Вот это вот Да это я виновен Ну вот там не убей Он перебрал Тут немножко Ненависть была И прихоти Ну вот дошел до седьмой заповеди Не прелюбодействовал Ну тут я с головой тонул Там четвертая что ли жена И дальше он начал рассказывать Вот это А там по пунктам Виновен Он стрелку там или Крещок ставит Виновен Виновен Он дает такую исповедь Я его ролик перетащил в себе даже Нападает на кого Он поехал к отцу Андрею Ткачеву С Украины Который пришел Он полковник По военному делу И с ним беседует А ему стали скидывать С кем ты беседуешь Тебе то не дадут еще А он Я да еще слышал о Андрея Курайгой Туда поехал видимо И вдруг мне сегодня ночью скидывают материал А до этого он выставил ролик Он прилетает в Омск Священник с ним где-то беседует на скамейке Там съемочная площадка или что И готовит Каждый год назад он причастился А крещения разговора нет Значит был где-то в детстве крещен А крещения вообще слова нету Он как бы крещен И завтра он причащается И говорит О чем он думал в это время причастия Покурить охота И вдруг ночью мне сегодня скидывает Он говорит на этой неделе Это далековато Ему уже не раз говорили Я лещу в Барнаул С единственной целью Встречусь со Сладкиным Игнатием Тихоновичем И при том видимо Он уже договорился ГТРК Чтобы на телевидении все было Вот подумайте Значит на телевидении Больше всего мне интервью Брал Лозовой Павел Васильевич Там он или нет Теперь если он прилетит Самая главная просьба Чтобы он Раскрыл сердце И услышал то Что я отвечу на все вопросы Ему говорят Которые он там задавал Но никто не ответит Все показывает Один, второй, третий Он тогда вышел Что здесь такое О человеке не успею сказать И все с разных сторон И он стал смотреть Положительное и отрицательное Положительное глянул на нашем А когда пошел дальше смотреть Это невозможно На живообразии Сколько против меня идут Сделать ролик С моих роликов надрать И составлять вместе Примерно 220 Уже в интернете Которые против Там огонь горит Я об огне горю Все это Целые фильмы ставят А мне никакого дела нет И кроме того За последние 8 месяцев Мне пришлось заблокировать 9 тысяч человек Тысяч Это почти дивизия В мирное время Которые сквернословят Поносят на меня Платят деньги Специально Чтобы день и ночь Сидели Смотрели Считают Златоустов Брат Себастьян Что тут можно сказать на это Брат неукоризненный Считают Златоустов Сквернословая Мать против меня Они не знают куда прилепить Даже на эти ролики Кито ставят И я начинаю С двух часов ночи Перебирать И хлам выбрасывать Представьте 9 тысяч человек Ну вы думаете сколько Ну это примерно Я говорю так Путина взять Медведева Всю государственную думу Патриарха Всю патриархию не наберется А как на вас влияет Благодарность Богу Как говорится Чего там и стоим Я себе это не приписываю Это ваши молитвы Так Я расскажу небольшую вам историю одну А вы только Не показывайте вид Что будете сильно расшифровывать ее В некотором царстве В некотором государстве Жил один человек Один Другой у него есть Только через стенку Этот один человек Очень ценит время Ну получилось так Что у него Брата не стало И ему надо все Самому готовить Теперь Как готовить Когда там постоянно Звонки для переговоров В других странах звонят Просто гудит Ну ясное дело Что времени нет И брат тот сильно помогал А его не стало В некоем царстве В каком-то Ну лет пятьсот назад Так воображать Что-то было И вот Когда наступила ночь Этот трудягин заснул В теле он был Или не в теле Не знаю Ну он закашлял Закашлял во сне И во сне подумал А чего же я кашля-то Он подумал Это человек это Второй раз Что-то неладно Два раза чтоб подряд Кашлять не было Он открыл глаза А в избе Компьютер то работает Светло ему И видно Дымина стоит Руку почти не видно Где-то Дым И первое Что этому человеку Кто он там Князь или грязь Ему мысль пришла Значит За стенкой Что-то не так сделали И дым прет сюда Он думает Стучать Но он Выходит Кое-как В другую комнату Выперся туда Там еще Гуще дым Он только об одном Подумал Как бы голуби Мои не засунулись Он все открыто говорит Как-то А потом посмотрел На плитку Вот это А там не выключенное Две кружки гороху Положил и залил И надо размачивать Все сгорело И горох сгорел И теперь он горит И горит там И вот такой Дым Ядомитый или нет Ну ясное дело Что он ночью тут же Никогда не открывал двери Настишь все двери Подпол открыл И подробно говорю Он неизвестен хорошо В теле или не в теле Не знаю Что он там было с ним Выдало кое-как Немножко выдало Первым делом Он придумал бумажки И стал везде написать Включил плитку Не отходи Красный восклицательный знак Один, два, три Не отходи Не отходи И везде вывесил где Это хватило на один день На там ты снова болит Ну ладно, ничего не убежало Значит, надо помолиться Чтобы и это Плоское Тоже как-то не уходило далеко Этому человеку и передам Передайте Мы молимся Особенно передадим тому Который за стенкой Чтобы он иногда стучал Этому человеку Который в тридевятом царстве Нужно молиться Чтобы кто-то приехал Пожил Так Еще несколько моментов Хочу сказать Здесь едет Алексей И он будет здесь Ну, чтобы Бог все взял в свои руки Я единственное Который вопрос Перед началом задавнем Если будет Чтобы не обиделся Ну, себя проверю Не обижу Дело в том, что все встречи Отдевать корки-докорки Просматриваю его И вижу Никто Ничего не говорит Отзывы идут и другое Такие люди Он ходит в церковь Никто Нигде ни разу Не говорит поистине Никто и нигде ни разу Человек известен на весь мир Его очень хорошо знают Притом талантливый журналист И эта встреча, если должна быть Ну, я сказал уже В интернет запустил Чтобы заранее с ним договорились То есть я могу пригласить И журналистов настоящих Фотокорреспондентов Чтобы все это было Оформлено как патриотские Принято Они все печатают Мы сегодня читали об этом Просите слева и справа Слева и справа Царя Это кто будут они? Ну, минимум министры А раз министры Заранее нужно одежду шить Нужно погоны Если они военные То другое И вдруг Господь С этой высоты Сбрасывает вниз Кто хочет быть первым Будь последним Рабы А вот теперь это вредище Своё, которое уже В мыслях отложили Уже шили себе форму Другие Надо опять С заплатами Надевать на себя Вот о чём сегодня Говорили рабы Это не просто рабы Слово раб у нас встречается Везде Рабочий Рабочий А кто отец? Так один вопрос Без рабов нигде Раб и рабы и виноградник Это Труженик Это не унижение Все послания Начинаются Раб Иисуса Христа Павел пишет Яков, Иуда Пётр Все начинают Высшая награда Получить это звание Раб Раб делает то, что Господин вилит ему У нас сегодня гости есть Я хотел, чтобы Гость тоже что-то нам сказал У нас такой порядок всегда Пожелания Чтобы могли задать ему вопросы Так, пожалуйста Я не знаю Я обещала месяц молчать Ну а не о ком молчать? Там, где на руле Где это? Приобретать смирение Приобретать смирение В счате, в счате только И там, нигде больше Я все смотрю, что вот там Если выставляем Я очень рада Что я посетила вас В общем Мне так понравилось Именно богослужение Что все понятно Как что Вот есть такое как Участие Именно Вот каждый человек Все как равные Нету вот этого как И все участвуют В самом богослужении И вот это все Как-то тихо Так и спокойно Во Христе Мне это очень понравилось Я вот сегодня Это вот все прочувствовала И даже до слез И вот я за это вас как бы благодарю Что я поучаствовала Громче бедри Громче бедри Громче бедри Вот Да ладно В общем И понравилось тоже Вот как Игорь Дубунов Тоже вот как Детям благовествовать Мне тоже нравится Вот Тоже я Вот Так Ну Я смотрела в улице А в улице Смотрю детские занятия Дело в том Что в этот чат Которые Занятия идут А они там ночью У нас разница это большая Как бы с вами Я на занятиях Елена Хочу сказать Что которые С кем ты там говорила А они не говорили не ходить Ты приняла самое неправильное решение А такое дело Я так буду вместе сидеть и не говорить Нет Ты там будь Не выступай среди них Они не об этом говорили Чтоб ты дома сидела Или к нам пришла молчала Там нечего Не об этом Потому что дважды Трижды сказала Они тебя со всех сторон говорят А где ты была три года А ты по сектам блуждала Ну они начали Имея такую Такую связь Имея трехтомник Подаренный Твоей малютке И ты за три года Не достоилась прочитать его И все сказала Я же пояснила Что я читала именно этот трехтомник Ну дело в том что Тебе не отказано было Там быть Ты вернись Обязательно А я не буду ходить Да какое это испытание На испытание Господь когда посылает человека Он говорит Где-то должен быть не один Вот я был в Сан-Франциско И меня там сразу Епископ Архиепископ Пригласили вниз Там в Перекресту Петр был Скажите Вот вы этих людей знаете Нет? Просятся из патриархии В зарубежную церковь Православную Я говорю Я не знаю Слышал Но сказать по этому не могу Я лично не встречался Но отец таким С ними был С ними встречался Ну как узнать Кто они такие? Ну как узнать? Вот у нас есть правило До Потеряевки Кто хочет поселиться Он должен доказать Пять Что не лжет Не пьет Не курит Не матерится Не ворует Ну ладно Это можно узнать Ну а как что он не лжет Как вы узнаете? Это серьезный вопрос Не лжет То есть никак Нигде никак Всякая ложь от дьявола Как вы это узнаете? Узнаю Почему? А мы молимся Я сказал Узнать этих людей Очень просто Командируйте их в Потеряевку На три месяца И через три месяца Я вам на блюдечке С каемочкой Принесу ответ Кто они такие? Потому что День-два Ты еще можешь как-то кряхтеть А дальше Ничего не получится Ты сразу Голова болит Встать не могу В церковь не могу Работать не могу Ну и дальше Выпущите мне Путерку домой У нас это было уже Не однократно Мы говорим нет Ты приехал Для того сюда Человек Начинай работать Особенно Опасные спортсмены Если они какие-то Уже успехи были Они работать совершенно не могут Тот кто-то смотрит на них Он теперь Хватил пять гирь поднял Все И лег Холодок и лежит Это не работник А работники Вот такие В России назвали Букаш Как Букаш Как Володя Как Виталий Устинов Это работники Вы для себя это все это берите Итак Елена Вопрос тебе Ты слышала Что у нас Мы перешли другой формат Теперь Лагеря нет Ну а смысл остался Приезжают люди Спрашивают В гости С матерью С отцом И туда Роспотребнадзор Не вхожий Зимой у меня Устинов Леша Батюшка мне позвонил Переехал в свой Строящийся дом И домик Который Который он был Я его приобрел У нас есть что дать Когда приезжали Эти баптисты Крещения то Ну с палаткой Я говорю подождите И подвел напротив Который домик то Где Муха там был то И они тут До конца Я не знаю Выпустить не хотели Да мы не думали Никогда У них ребенок маленький В комнате В постель Ну что спрашивать Где то в палатке Или здесь Нам есть что теперь дать Мы в другом формате И я как будто Может не правильно понял А может правильно Ты хотела бы В этом Этим летом Побыть по терябке Правильно Нет понял Да Всей семьей С ребенком С маленьким Все Теперь один вопрос Еще к этому добавлю У тебя в городе Что то посаженное Остается или нет У меня все Строительством занято Все Значит В землю Семена не положила У меня есть семена Но мне их посадить негде Значит Нужно Как то бы съездить Или кому то передать Чтобы тебе там Что то посадили А я сама могу посадить Сама можешь Съездить Потому что Может быть и раньше поедете Я поеду 10 июня Но Живете одним табором Дома На определенные условия Предсвидетели говорю Утром На молитву Чтобы были с нами Утренняя молитва Вместе В пять Дети поднимаются В пять А там допустим Ну в пять И там в двадцать минут шестого Это нормально Лагерь у меня В сорок пять лет лагерь был И всегда в пять поднимались дети Это для детей Прийти Помолиться Дальше решайте сами Вопрос с питанием Я что то могу дать Рожки Какие там что есть А остальное покупать Сами рассчитывайте Своими деньгами У вас деньги Должны быть Значит покупать У кого Или у Стинова Андрея У кого корова там есть Или Евгения Янчук Или у этого У барабаша Мы всегда берем У барабаша Хорошо Можно здесь купить Какие-то продукты Необходимо туда отвезти А какие Назови Ну какие-то крупы там Это я дам бесплатно Так еще что Масло подсолнечное Дам бесплатно Ну все Да там постоянно люди ездят Можно договариваться Да можно договориться Игорь ездит У нас в неделю выезжает Там что могу дать Значит это у вас Уже обеспечено Рыбки там Что-нибудь такое Привезти Рожки там разные Бермишели Это все бесплатно дам Условия одно только Чтобы мыши Нигде у вас не завелись Чтобы ничто не пропало Кошку дадите им Ну я вам всегда даю этот наказ Вы на лето что надо тоже Подадите И спросите Кошки даем бесплатно Значит договорились Условия подходит Так теперь в храм Когда мы идем Всегда посещать храм Ну конечно Прийти заранее Вы знаете Были у нас Претензий никаких нет Я не очень понял На один день взять ребятишек Что нас сегодня не взяли Я думаю Можно было взять Надо было сказать Ну заехали бы Да и все Ну я не знал что она придет Она не привезет Старшие они в Димитро Ростовском храме Их это крестная трева Которые маленькая Настя Она сидит с Викторией дома Можно было всех и с маленькой взять Я бы сказал свое мнение Ну я пешком до вас дошла Здесь пешком просто Могла позвонить Вот у нас Андрюша Он безотказный Привез он знает где живешь Ну вот буду знать Он не обнял нас провозил Понимаешь Тайно и получалось А я одна А могла быть не одна И вместе дети Тем более дети сейчас Остаются еще после этого И сама бы не торопилась И занимаются Тут рисуют И с ними урок был Дети здесь Они у меня маленько Как-то не стоят На этой Понимаешь И с этим вот не стоят Они туда вот Они уже заранее Подготовились Ты приводи их Каждое воскресенье туда С тем Скажи мы пока Отходим Не порывай связи Я говорю как Так вот как приедут Они уже Уже знают Порядок у нас один Что их потеряют И что здесь Нужно приучать Приучать Тут приучат без вас Ваше дело Привезти только Приучить Тут учителя Найдутся Лена А Соня с нашей Как Ну вот их покрестили Троекратное погружение Их взяла крестная Одна женщина Очень верующая Такая прям Евангельская Мне понравилась она И она их учит И пианино учит их И логопеду водит Так занимается Так они что ли живут у нее Или как Ну они На понедельник Она их берет В среду Потому что музыкальная школа У них еще в первый класс Вот они поступили на этот Кто он Академический В общем Сколько им уже лет 7-8 8 8 Я считала Во втором классе Или в первом классе Они в первом классе Они в первом классе Под музыкальну и в школу Красную Ой, Надежда Васильевна Там идет работа Божья Что вам сказать Благодарю Господа Михаил Петрович Вот это батюшка Вот это говорит Я говорю Он ни одного слова не сказал По Евангелию Все солгал Это очень просто Дальше привожу Места Обисания Жития Более скандальных людей По нашим меркам Чем христиане Никого не было Первый век Апостол Павел говорит Представьте В Риме 500 божеств Мы Почитаем икону Христа Почитаем Они почитали своих идолов Богу мордуку молились Солнцу Луне Это понятно 500 божеств Тех маленьких Очагов Где Рим прошел И всем Главный пантеон тут Приходите Молитесь Дома молитесь А чтоб вашу выхода прийти в город Пожалуйста Как Соломон же сделал Ему Наложница Мы с тобой согласны Ну Разреши нам Своему Богу Пасхать Он начал строить им И потерял разум И родился скудоумный рван И все разрушил Так вот здесь Такая же самая история Апостол Павел говорит Итак Принося жертвы идолам Да пусть приносят Какая разница Ну Индифферентность называют Это как бы безразличие А когда Друг друга не трогать Как называют Толерантность А толерантность Вот это толерантность Захлебнулись И прокисшие И свежие У христиан Не было толерантности Выходя на арену Они поднимали Говорят Перст Я не знаю какой рукой Думаю правый Какой перст Думаю указательным Потому что нет пояснения И восклицали Христос Рыгна Христос царствует Хотя в подсалмах Было написано Господь царствует Все идолы Это демоны Да как так Апостол Павел говорит И принося жертвы идолам Приносят бесам Какое общение у Христа с миллиаром Всех Пятьсот божеств объявили вне закона Сами будущие еще никто И все пятьсот поклонников Пятисот божеств объявили войну Везде Закон был такой Если она христианка Убей на месте Половина имени Разберемся Половина имени твоего Это четвертый указ деклетиана был Сначала под священником Потом под священные книги И последний указ Где бы ты не встретился Что если бедро бедро Если у тебя топор топором руби Мы выждем эту заразу И нигде деклетианок нету Христианство распространилось Два миллиарда двести миллионов И самая большая ложь против христиан Знаете какая была Самая живущая Моленько где-то хоть Оставьте там микрон в голове Чтобы запомнить это Что детей едят Что едят Кровь Это одно А далее Он не воскрес Его украли Он не был умерший Он просто потерял сознание И сегодня в это верят миллиарды людей Мы знаем Мы признаем его за пророка Но он не умирал Он взят только на небо живьем Это то же самое Что делали те Которые воины Впустили Вот эту ложь А у нас написано Он пророк У нас написано Сейчас с ними беседует Пророк А паристеи говорили Если бы он пророк Он бы знал Какая женщина Прикасается То есть они до уровня пророка Даже Христа не доводили А то что он Отеца одно Евангелие от Яна 10-30 То об этом речи нет Христос Это истинный Бог И Бога человек И когда говорит Я не знаю Сын не знает Когда последний Он говорит по человечеству А когда говорит Я и Отеца одно По божеству Как человек Он молится Да минует меня с чаши сия И как Бог говорит Да будет воля твоя Молился А кому молился Отеца одно По человечеству Они этого не знают Эти люди Вы для себя это знаете И постоянно повторяйте Высшее что нам Бог дал Не религию А Христа Бога человека Который умер Пострадав плотью за нас Это самое наиважнейшее для нас И самая большая ложь Которая сегодня По всему миру Я вам даже маленькие дела показываю Зачем у нас шторки не опущены Как думаете Это я занимаюсь этим опусканием Вы там когда молитесь Брат Там наверх когда молитесь Вы опускайте шторки Свет хороший у нас Когда оттуда свет нам ничего нельзя снять Семен Вот сейчас открою И снять уже нельзя Ничего не будет снято Это для съемки нужно А свет мы включим Шторки закрывайте Шторки закрывайте Свету достаточно Видите какой свет у нас Фонари Там большая лампочка висит Я простые слова говорю Но вы чтобы их помнили Нас тут не будет И вот этого брата Все время побуждайте Чтобы ничего дома не забывал Когда нужно что-то снимать Вы знаете что мы ходили И встречались В краевой администрации Кто-то знает Повызли Кто-то нет Вы говорили Мы встретились Какой ответ будет И ответ пришел Отрицательный Отрицательный Но отрицательный Так что Они вот вокруг Уберут Целуют Мы все Просчитали Посмотрели все снимки Чтобы Это чудо Что у вас Но у нас норма Системная Горшки разбиты Склеенные Переносить А мы о живых людях О детях брошенных Говорим Ну поднимай Такого музея не было За всю мировую историю Как в бедности Составить так Ни рубля нигде Своими силами А все-таки Тысячи детей отдохнули 45 лет И мы его переименовали Теперь в музей Но в конце Они желают И говорят Нужно вот так Подать Марина так где Далеко Грант Нету совсем Она говорила Мемориал называется Как это сделать Они говорят так Обратится Кто Томенко Фамилия его губернатора Мемориал И там ставят На какие-то гранты И что-то связано С деньгами Я говорю Я этого сделать не могу Мы показываем Как бесплатно А я полезу Дай мне денег В этом то вся и суть Если бы они Гранты не касались денег А просто он бы сказал Ну что ж Мы берем их Тогда мы к ним Обратились Я не знаю Обращаться или нет Губернатору Они настолько расположены Что показали еще два варианта Но мы не можем Зарегистрировать сейчас Тем более земля Лично на нас Не опорблена Какой работать С какого часа Все А вот эти вопросы Я не могу решить У меня мнение такое Что грант Это обязательно Что-то отпускает Деньги Да и выкупить землю Вы неправильно Ставите формулировку Объекта Который Как его назвать Вы называете все Музеем Музеем Они говорят Что понятие музей Не подходит Государственное Неправильно вы говорите Не музей это никакой А они говорят Это мемориальный комплекс Если подходит он ближе Мемориальный комплекс То есть Память того В память того Сделана вот такая конструкция Они это разбирали И тоже там не подходит что-то Что не Так я до конца Я уже И слушал там правила Но до конца Надо это дело довести Стоит ли дальше продолжать Это Образовать музей Вообще Ничего не надо Вот сейчас я в комнату Набираю книги Только выставлять буду И музей Но никакой регистрации нет Мне нужна бумага Мне нужна печать Которую теперь я выйду И в интернет запущу Чтобы найдутся Главное Это в этом музее То Не то что мы построили А должен быть лидер Все говорят Не будет А найдется этот лидер Который 21 тысяча сел исчезли И начал бы с нуля Восстанавливать А никого нету Один мужик послушал Германа Стервикова Наслушался Теории Приехал А на деле то ничего нет И он говорит А теперь как Там продал ты Здесь теперь нету И один никуда А мы то сразу все вместе И ходатайство вместе И колодцы вместе И бани Все надо думать об этом Понимаете Кто будет заниматься лагерем Кто возьмет это на себя А это не простое дело Только в 98 году 15 краевых комиссий Лагерь посещали Наконец дело дошло до того Что КГБ стало приезжать Против меня несколько уголовных дел Сразу воздвигли И я подал в суд И все процессы выиграл Лидер должен быть Лидер должен быть Понимаете Который возьмет это все на себя Вот когда на нас тут Роспотребнадзор наседал И нам нужно было Детей сразу забрать Когда они приехали ночью Но они не трогали нас Лагерь не закрывали Его ворвал сам на следующий день Не закрывали Запомните Я по деревне стал Детей распространять И я одному говорю Ты сколько возьмешь? Как? А что я возьму? У тебя большой дом Так я что за них отвечать должен Притом у самого дети И ни один, ни два Ну у тебя дети то были Выросли все Ну этих то возьми На неделю и на двое Потому что У нас тревожная обстановка была Не взяли Я должен отвечать Ну а как? Я отвечаю Ребенка взял Я за него отвечаю Отмечаю по уголовной статье По здоровью И перед Богом Он должен выйти лучше Если бы плохо было в лагере Директор Кэстонского института С Лондона Не дали бы И сопроводительного В Останкиной башне Не приехали бы сюда Ни один лагерь в стране Нашей не интересовал их Их побыли А она только сказала Словами солисты Савской Мне говорят И половину не рассказали Что я увидела Как за один месяц наркоман Делается абсолютно другим человеком Который только на кулаках Мог разговаривать с сестренкой А приехали Он целует Стоит кротко Как вы могли сделать? Русский мужик говорит Непокорный Драть его надо И у меня в уставе написано Физическое наказание Срочно начинают Кандидат медицинских наук Прокуратура Краевая прокуратура Занялись Всех детей опрашивают Ничего нигде нету Тогда мне в ПСБ их говорят Ну уберите это из устава Я говорю нельзя У них должен быть страх За 45 лет Ни одного ребенка Никто не наказал Кроме меня Я следователь Судья И Презекутор Дело в том Что они только не должны Все Если угодно Вот они у меня были Тебя сколько раз наказывали? Два 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 Задела Нет? Да Задела Задела А где этот Нестор то? Да вон ушли они что то опять А ты знаешь что в историю вошел один человек с именем Нестор Кто он такой? Летописец А? Летописец Летописец А еще? Махно О Кто подсказал? Махно Да Это историки все знают Махно Это нам показывают его волосатое какое то чудище Это он прекрасный человек Да Интересно Это нам все это показывали там Как Зою показывали Ну Космодемьянскую Что немцы захватили ее Она там поджигала Поджигала дома у людей Ее крестьяне схватили и сдали Теперь все это показано Вот несколько таких Значит Вселенная чтоб закончить Вы все это обдумайте с детьми Обсудите И проще Купаться вместе могут Без призывания Все время просто сопровождается Обедать Изберите Или обедать с нами Если будете Значит на кухне будешь помогать Или отдельно То есть вот два варианта Лучше отдельно И я там посмотрим по обстоятельствам Там вместе То есть полная свобода Чтобы дом остался Не хуже чем он был Не попортить Не поджечь Так Ну почти все сказали А можно по вашему мемориалу спросить Так Просьба не опаздывать Сюда Есть у нас люди Которые живут 70 метров всего Дойти И все равно Маленько но опоздают Приди пораньше Хотя бы минут десять побудь С людьми среди Минут двадцать Побеседуешь и все Не опаздывать Два раза опоздал Считается за полное опоздание Хотя на семь минут опоздал Среди семи минут молчания Ты зашел Два раза так Как полное У нас написано там на стенке Пиши объяснительную И человек который был ушел Она обманывала меня Почему не написала Как ты к Богу обратилась Я напишу Не написала Сколько раз не было Напиши Написано Дай отчет Почему ты не была Пропустила столько Хорошо я напишу Вот на этой скамейке Хорошо напишу Написала Нет не написала То есть там уже трудился тот Кого она отрицает Что он есть Нельзя так Если ты сказал Ты можешь переменить Когда тот Кому ты сказал Согласен Позвонит Я не подумал Я пойти не могу Он говорит Договорились А так сейчас разговор окончили Ты обязан прийти вовремя Ну вот и все Галина Я хотела спросить А как на данный момент Прокурор Мамонтовского района Он теперь отстал От нашего мемориала Никак его нету нигде Тишина Да Тишина Давно тишина И молитесь Максим звать его Максим Он ничего не сделал Но главное Как раз отпутборило Он делал так Посылает Торчина К сельсовет Чтобы приставили бульдозер И свалили у меня все Она говорит Мне Я звать Людмила Алексеевна И она говорит А он доставит вопрос Что она не соответствует Своей должности Я второй Третий раз пишу Она ничего не делает И он тоже делает По инструкции Она говорит Меня бабушка водила в церковь Учила добро делать Но не ломать И когда он ее Уже окончательно Она видимо там имеют Людей Юристы показали Раздобавили Все Она говорит Эта территория не входит Бедом Станаше сейчас И поэтому Я не имею права там вмешиваться И по закону все доказала По статьям то Он ее вызывает Я ей даю с собой снимки Покажи хоть раз Чтобы он увидел Что там ничего нет А навозной кучи Зачем Там торчать балки будут Только из навоза Она пришла Он в это время был На каком-то Судебном процессе Она сидела Пришла А больше он видимо ее не вызвал И я запросил фотографию Она прислала сюда Чтобы я в краевую администрацию принес Молиться надо И молиться Я зову О чем О том Господи Уменьши сердце его Ему это не надо Даже у меня в краевой администрации В прокуратуре Все Все спрашивали А ему зачем это надо Когда мы не занимаем Ни одного квадратного метра Сельхозугодий Огромная куча Там 150 лет мы навоз туда свозили И мы большие ямы рядом Мы все раз Ведрами трамбовали Вот площадка Вот я играю в теннис Там глубокая яма была Почти на все помещения И рядом огромный фундамент Там где растут Ну ягоды Назвать как Виктория или что ли Там ничего нету И только Оно видно что как куча Какой высоты Деревья где стоят А там деревья 42 дерева Разные Это кажется просе у меня Прошло и она Все Сколько берез Сколько плевых Сколько топорей Сколько черемух Она очень Самостоятельна в этом деле И вот Зачем ему надо У меня есть там один человек Очень близкий в Корчино И на пенсии Очень известный Бывший коммунист И я говорю Ты мог бы съездить с прокурором И поговорить с ним По-человечески Могу Но не знаю ездил он или нет И он сразу Первый вопрос А ему зачем это Чтоб сломано то было Зачем Он мне сказал Я не сам Надо мной есть высшее Я понял Кто это Его заставляют Из этих слов Я сделал такой вывод А кто заставляет Вы даже не догадываетесь На каком уровне Мы попадаем Это дело Массоны Англии В Великобритании Вот откуда И это мне открыли Тогда когда было приглашение Туда И кто там препятствовал А второй Вот книга Для Слова Божьего нет уст И там есть такое Между колосьями и звездами Тогда была Молодежь Алтая Газета Черников Александр Тихонович Журналист Очень хороший И он писал Тут статьи его Прекрасные статьи Когда молятся Белый плат Образ Христа И молятся О вас шурави Которые в плену В Афганистане Вы знаете это или нет Это все Он тут пишет И тут я вижу Он такой печальный Он примерно с меня Ростом такой И на вокзале Подошел Кому Игнатий Тихонович Тут такая статья На вас поступила Я говорю Откуда Радиостанция Свобода Англия Что бы я написал Супер Отрицательную статью Я две недели уже Бьюсь И ничего не могу написать Но есть подозрение Что деньги уже заплатили А статьи нету Счетчик включили И он бежал куда-то И его 10 лет Никто не мог найти То есть на меня ставок Столько уже Выплатили И сделать ничего не могут По этому штате А работа Они бьют пустоту Бьют вчерашнюю А я уже сегодня Вот где Вот это будет выставлено Они ничего не могут сделать Почему? Молитвы Еще раз говорю Что на меня нападок Вместе взять В правительстве И здесь Намного больше Чем на них И выход только один Молиться И это все понимают Перед Богом Мы стоим Я не за себя несу Время только Но и за тех Которые рядом А конкретно сказать Они ничего не могут Вот представьте Вот бросились на Ткачева Одну Он сказал только Женщина одна позвонила Батюшка я Вот один грех не исповедовал Ну как мне быть? И он там Сильно грубо якобы сказал Ну может быть так Вы что делаете? Вам священник На цепочке Должен ходить Ты забыла тебе все Батюшка снова тебе должен Накрытие Прощать тебе Ну в таком тоне то Ну все Дурами прикидываетесь Ты духовные вещи Ну его за это дело Распетрушили Ну он такой что Его очень трудно брать Но Кидается кто Сразу большую статью На него пишет Александр Леонидович Дворкин Главный секторед страны Такой должности Вообще не существует Он И он сам не оправдается Кем он застал сюда Для разрушения И Новосибирский Александр Новопашин Такой боевой Он тут фильм поставил Недавно там И прочее И батюшка его знает Вместе в семинаре учились И материалы В Москве В Москве Ежегодные Воскресные Не воскресные Рождественские Международные чтения Пятнадцать тем И две темы Посвящены Одна Этот Ну там все О покаянии он говорит Кажется Сергей Михайлович Что ли Он приезжал Даже в Барнаул И второе О Лапкине И написал Сергей Дудин Священник Какая-то Анна Владимировна Мне только аудио поступило И тогда обращаются Александр Леонидович Ну надо это Закончить с Лапкиным то Но самое главное Смотрим ролики Дети там Какие несчастные дети Ну почему они все смеются Радуются Почему они его обнимают Это как так То есть Им уже заранее Надо показать Я злодей Из области динозавров Но Почему дети так относятся Значит Давайте так Пишем митрополиту А кто-то говорит Нет Митрополиту уже Зазомбировал Уже Поконченное дело С митрополитом Современный митрополит К нам то относится Как к отец родной то И он характеристику дал С этой характеристикой Я могу поступить В любое заведение И это не все Они отсылают материал А во имя Ирине Ильонского Мученика В миссионерской отдел Новопашина Один говорит Да я уже не раз Дудин говорит Обращался Ну почему вы не реагируете Он говорит Время нет И опять не отмечаю То есть Я за зомбировал Выходит Новосибирскую всю У них миссионерскую Братью Отсылают Куда Работает Четыре Теперь известно Центровских отделов Четырех епархий Новокузнецкая Кемеровская Тульская Там кажется В Москве Еще где-то одна И День-два Ну вот Книги все у них Они вызвали Приходят Нам до семинария Нужно Выманывают А в одном месте Пошли отсюда В осенниках У него не получилось А остальные Дают И показывают Книги Сжигают Этого я не видел Осипова сжигали А у меня нет Они там у них есть И вот теперь Дают задание И куда там пропестов Участвует Одесский монастырь Мурской И там еще не поняли Видимо Тогда отсылают Киево-Печерская лавра Это самая сердцевина православия Это отослали Мне один Ну он все В курсе там делал Рядом с ними Это примерно уже Семь лет назад За семь лет Ну можно хоть по одной книге Ничего нет Я тогда вопрос задал А почему они Ничего не отвечают Меня на суд-то не вызывают А судить заочно нельзя Они говорят Мне ответили Они что самоубийцы Я же должен Тогда раскрывать Почему не проповедуете Вот дети такие Дети А когда дети Эти были на благовестии Он как корион показывает В житях святых А как они разговаривали Да чтоб ты в аду там был Ты там навеки гореть будешь Нет Христиане были не пушистые Как говорят Первые христиане Они резали до самого конца Где бы ни были Да твои родители Все в аду И ты там будешь И они указывали им Как жить Вот допрашивают Епископ И рядом С ним там Кажется Бикенти Может ошибся даже Бикенти Или Вениаминка Вот так Идиакон И вот Епископ так Ну толерантно Беседует Его запрашивает У правительства Расположилось Ну любвиста Называется А любвиста У них имя такое Всех люблю Никого не осуждаю Это одним словом Без пробелов Всех люблю Никого не осуждаю Такие батюшки Всех люблю Никого не осуждаю Одним словом это Без пробелов И вот теперь Начинают они Выискивать у меня Где не так сказано А у меня столько всего Представьте 38 томов Да еще 7 в интернетной версии Это 38 И еще Роликов 14 тысяч Голыми руками Можно брать И однако Новопашин На сегодняшний день И не вступил Впротив Монастырь Ничего не дал В его пещерске И Дворкин Уже три раза На меня наезжал Но легко И тут же назад Попятился Что ему совершенно не свойственно Ему сказали Ну представьте Местная епархия Тогда еще не митрополит Здесь не было При Максиме И приехал Дворкин сюда И собрали Они силовые структуры Полицию Там милицию КГБ Воинские части И кто-то задал вопрос О Лапкине И Дворкин ответил Ну псевдоправославный Там лжехристианин И прочее И в это время Совершенно не знаешь Откуда помощь придет Мне сказали фамилию И имя его Просто я не имею Может права называть его Из КГБ Встал один и говорит А мы Лапкина уважаем Он за пазухой Камень не держит Я дважды проходил по их ведомству И когда меня первый раз арестовали Он говорит Узнал Пришел туда за меня на пенсию уже Никулин Юрий Михайлович Полковник Видимо пошел он И говорит Что вы делаете Кого взяли Что он вам сделал Вы где-то нашли что-то против Под какой-то Вы же все надумываете А мне позвонил И говорит Знаете Игнать Ильич Дураков у вас и у нас хватает Я говорю А мне это на пользу Юрий Михайлович Я приобрел такой опыт Следователь Принял крещение троекратное Начальник дюрьмы умер по-христиански А уж сколько там обратилось Один Бог только знает А туда никак не проникнешь Так что доверься Богу И малые дети всегда ходили на благовестие Проповедовали Приучите детей к этому Вот здесь корень Благовестие Радостная Весть о Христе И когда начинают Я вам говорю Они ничего не знают Которые У меня с собой Библию показывают Подниму вот так вот И показывают Смотри что написано Святая Библия Так поворачивай Да это Библия Ну у нас другая книга Коран Я беру вот так вот Коран В таком вот видео он у меня Я его поднимаю Как считай Коран О Вы Коран считаете Я поворачиваю тут по-арабски Ну я не могу А здесь баран Не можешь просчитать Ты сто пятидесят И уже у меня Мусульмане Меня день не может просчитать Аллах Акбар Я говорю Иисус Акбар На третий раз заулыбались И все Махнули рукой Это Господь дает По чьим-то молитвам И все время Тактика меняется Разные отношения И к каждому Надо подойти И зерно бросить Они приходят на наш Ютуб Не на Ютуб даже В скайпе И меня ищут мусульмане Что-то недоговоренное Я очень прошу Не забывать об этом Вы со мной всегда Хочу чтобы я был с вами всегда Бога слава Аминь Аминь от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне остановит делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое излеченности Твоей Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алла, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твои. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица. Господи, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Божий наш, прими нашу молитву возъянья рук, как жертву вечерней благоухания приятной перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву, Господи, с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле, любящий наш Отец Небесный. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них по Слову Твоему. Избавь нас всех от всяких грехов и даруй духовное рождение свыше водительства Духом Святым. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Тебе, Боже, слава, хвала, чести, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышай, раб Твой. Аминь. Аминь. Так, Ирина, пожалуйста, сделай так, чтобы ребятишки все воскресенье приходили с тобой. Они уже подготавливают. Аминь. 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 Чтобы они здесь уже будут акклиматизировать. Идут занятия, идти пообедать. У нас поставили там Андрей, Виктория, Настя и я. Ну, я сама уже решила. Я не команда, я тебе говорю, что на подходе уже аккорематизация будет. Так я на Александре, кто пришла месяц назад. Не надо будет так дергать, они уже здесь обатруцы. Ну да, надо командовать. Ну вот и все. Договорите, когда тебе что-то звонит, никогда не оговаривайся, кто звонит. Тебе, которые выступали, говорили, что они там, они там, они там, которые заложены. Вот этот, Дмитрий Вемиш, там, Наталья там говорила. Ты ничего не терпишь, ребята, отец, отец, отец. Да у меня нет, я обиду, у меня никакой никогда. Ну ладно, обиды нет, а уже ты я не буду ходить, это брось. Все, дядя, я тебе лучше, главное заняться. Не убеждевать, слушать волчьи себе задать. Я тебе говорю, что он может, конечно, собачку. Договорили? Другой, конечно. Обязательно, Сергей Павлович, чтобы подключила, никогда не скрывай. Не заберите, что там, подписание. Володя, Володя. Подготовь все к отъезду, мы выше заранее договоримся с машинами. Какие вопросы будут вы задавать, дай мне, краху, вы даже отвечать. Краху, Минуш, вас-то, как, не взяла на ничего-то, стыдится-то как. Ой-ой-ой. Игнатих, вот еще хрен здесь, вы заберете, а вы встали. Вы присматривайтесь, Игнатики, конечно. Что-то, 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 что-то. Моя? Моя? Все, я просто его, все, хорошо. Куда-нибудь готовить надо. Спасибо.